Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас в Экономике Здравого Смысла, с вами Ярослав Романчук, будьте с нами, подписывайтесь пожалуйста на наш канал и мы начинаем. Сегодня тема похороны ПВТ Парка высоких технологий в таком виде, которым мы его знаем. Парка высоких технологий, созданный в середине двухтысячных, был безусловно одним из самых успешных проектов белорусской власти, причем проект заключался в том, чтобы людям, айтишникам не мешали работать, не мешали и в результате с нуля на ровное месте выросло чудо, настоящее айти чудо. Ребята вместе сработали, заобеспечивали большую многомиллиардную выручку, готовили кадров и собственно гремели по всему миру. А стоило всего лишь сделать низкие налоги, обеспечить нормальные условия и не влезать в работу, ЛСФ, как говорят специалисты, и вперед пошло. Но помимо денег айтишники начали интересоваться гражданскими вещами, политическими вещами. И вот двадцатый год показал, что оказывается не нулями-единичками айти, хардвера и другими вещами сильные белорусские ПВТ, но также и гражданскими позициями. Это безусловно не пара с белорусскими властями, вот уже бегство десятков тысяч специалистов, и нужно было переделывать каким-то образом видоизменять ПВТ, потому что при старом виде это, знаете, такое постоянное напоминание Лукашенко и его Церберам относительно того, что ПВТшники, айтишники все-таки не какие-то вот такие с гнильцой с их точки зрения. И вот указ президента номер 102 о реорганизации работы ПВТ. Он, по сути дела, хоронит ПВТ в том виде, в котором мы его знаем, потому что вводит новую государственную структуру управления. Управляющая компания не назначена, но до конца двадцать четвертого года реорганизация системы управления должна состояться. На самом деле, к чему это? Зачем это все затеяли? Для того, чтобы, во-первых, показать, что Лукашенко держит пульс на горле ПВТ. Во-вторых, для того, чтобы показать, что не ПВТ единым жена Беларусь, есть еще Интеграл, есть еще Горизонт, есть еще Национальная академия наук. И на самом деле ПВТ один из фрагментов, если они себя будут плохо вести, то они закончат, собственно, тем, чем заканчивают обычные организации, которые плохо себя ведут. Их просто ликвидируют, и я в этом будет решать Наблюдательный совет ПВТ. Совет министров, собственно, будет назначать, понятное дело, согласование с администрацией президента. Но в этом указе много положений для служебного пользования. Я обратил внимание на один интересный фрагмент, который не может не заинтересовать потенциальных и реальных участников ПВТ. В случае получения Наблюдательным Советом или Компании, управляющей ПВТ, сведения, касающиеся коммерческой тайны, в общем-то предусматривается неразглашение ее в случае, если иное не предусмотрено законодательством. То есть, друзья, если вы будете в ПВТ делать какие-то программные продукты, которые будут, с вашей точки зрения, защищены законом, у вас будут патенты, у вас будут изобретения, у вас будут какие-то другие коммерческие тайны, которые с вас правдами и неправдами вынутят. Потом, в случае, если будет предписан какой-то закон, то ли распоряжение, то ли постановление, то ли указ президента, это по закону, повторяю, может принадлежать уже кому-то другому. У вас это могут либо царапнуть, либо просто поделиться, сказать, ну ладно, ты можешь тоже это делать, но мы тоже это возьмем для нужд безопасности, для нужд развития Национальной Академии Наук и для других нужд, которые придумают Церберы от ПВТ и от белорусской экономики в целом. Когда такой режим защиты прав собственности, о всем остальном можно просто будет забыть. Речь даже не о том, чтобы какие-то финансовые документы, потоки, это и так без особого указа знают. Нужно, прежде всего, контролировать продукт, софт, для того, чтобы потом можно было его просто скопировать, поделиться и так далее, и так далее. С таким режимом защиты прав собственности ни одна нормальная компания не будет вводить себя и развивать в Беларуси. Это нужно для расистов, это нужно для людей, которые используют софт для цели уничтожения агрессии, и так далее, и так далее. Так что ПВТ в данной ситуации будет работать в совершенно другом формате. Это не будет место, которое связано тесно с ведущими мозговыми интеллектуальными IT-центрами мира. Это будет место, в которое генералы, в которое будут схематозники, в котором будут российские центры, которые будут тоже заниматься промышленным шпионажем и так далее, и так далее. Вот, друзья, зачем это нужно, преобразование, для того, чтобы сказать, что да, вот интересный сюжет, который говорит глава ПВТ, что против нас работают все западные, там наши конкуренты, они хотят, чтобы мы тут легли вообще уничтожить. Друзья, на самом деле ПВТ хоронит Лукашенко, ПВТ хоронит правительственная политика, направленная на поддержку агрессора и в статус соагрессора. По политику ПВТ хоронят те люди, которые устроили кровавый шабаш и кровавый, там уже третий год режим полного уничтожения гражданской политической оппозиции. И в таком режиме, когда ПВТ – это ребята, которые очень тонко чувствуют понятие свобода, демократия и свобода выбора и защита прав собственности, естественно, никто с таким режимом работать не будет. Поэтому, друзья, УК-102 и любые другие постановления, которые будут приняты в его развитии, это законодательные похороны того ПВТ, которое мы знали в период 2005-2023. Спасибо большое за внимание к экономике здравосмысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Живи Беларусь. Слава Украине! Слава Украине!